Уважаемые друзья, рад вас приветствовать. Действительно, сегодня радостное событие у вас. В очередной раз обновляется парк наших школьных автобусов. 23 штуки в этом году мы получаем. Обновление происходит в соответствии с теми задачами, которые ставит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Обновление школьного автопарка Хакасии активно ведется с 2010 года. Модернизация происходит в результате реализации республиканских и федеральных программ. За эти годы приобретено более 120 специализированных школьных автобусов различной модификации. И вот впервые такой транспорт появился и у Абаканской школы. Абакан впервые получает школьный автобус. Это автобус, который предназначен непосредственно для подвоза детей к образовательному учреждению. Необходимость получения школьного автобуса, конечно, очевидна в городе Абакане. Увеличивается количество детей, увеличивается количество жителей, в том числе детского населения. Увеличивается количество жителей, которые проживают в отдаленных районах, в дачных массивах. И необходимость подвоза детей к школе, к той или иной школе, конечно, очевидна. Совсем скоро начнутся зимние каникулы. Ну а уже в третьей четверти наверняка некоторые учащиеся будут ездить в седьмую школу на этом автобусе. Оказывается, он стал подарком для образовательного учреждения, вступающего в свой юбилейный год. Это действительно историческое событие для нашей школы, потому что у нас вокруг пять дачных обществ. И, конечно, есть проблема доставки детей в школу. Поэтому мы очень рады. Во-первых, это происходит именно перед Новым годом, такой новогодний подарок. А еще следующий год, 2023, он юбилейный для школы номер 7. Нам 90 лет будет. Поэтому вот такой подарок получила школа. Ну а на сегодня, конечно, очень много у нас задач перед нами будет стоять. Во-первых, пройти лицензирование, поставить на техучет. Далее мы должны разработать маршрут, как мы будем возить детей, решить проблему сопровождения детей, потому что обязательно должен быть и сопровождающий, который будет сидеть за порядком в автобусе. Поэтому, конечно, для нас это очень большая радость. Светлана Побеляева, Андрей Оралов, Новости.